привет всем вы на канале позитивный огород сегодня мы получили посылку от интернет магазина 7 семян делали мы заказ получается где-то две недели назад и общий срок от момента заказа и до получения у нас составил две недели этого новосибирска область то есть москвы доставка производилась новосибирскую область для начала перед самим обзором того чего мы заказали немножко хочу рассказать про сам интернет магазин заказываем это мне в первый раз и в принципе заказами то есть тем что нам присылали мы были довольны не знаю как в этот раз посмотрим главное чтобы сроки годности все были хорошие особенно для клубники почему вообще заказываем по интернету семена потому что в основном именно из-за клубники так как у нас в нашей местности нет такого ассортимента именно семян клубники а там уже именно так как мы заказываем клубнику но как бы до общего массы мы и заказываем какие-то другие семена и там средства для обработки растений в общем какие-то удобрения все вот это вместе составляет и нашу вот эту самую посылку при первом заказе существует скидка то есть тогда когда вы регистрируетесь на данном сайте и делайте первый заказ вам будет начислено 100 бонусов каждый вот этот бонус равен 1 рублю то есть при заказе у вас спишется 100 рублей но скидка вам будет 100 рублей плюс 1 1 первый заказ идет скидка 7 процентов вроде бы на все товары именно на первый заказ идет 7 процентов но там уже надо смотреть так как есть товары которые на которые действует скидка и на них уже скидка 7 процентов не будет так как они уже и так по скидке идут. В общем, это что касается первого заказа. Также существует там такое правило, то что если ты пригласишь друга, то также тебе будут какие-то бонусы начисляться на заказ, на твой следующий. Ну, там нужно все это, конечно, ознакомиться и почитать. Заказ вообще сам производится от 490 рублей, вроде бы, где-то так, да, на 490 рублей. А по Москве я знаю, что доставка бесплатная. Ну, а уже у нас вот до Новосибирской области доставка нам обошлась 350 рублей. Ну, и что касается вообще вот именно массы вот этой самой посылки, соответственно, зависит и цена вот этого самого почтового вот этого отправления. То есть сколько с вас возьмут за пересылку? Вроде бы как от килограмма, наверное, уже будет идти 500 рублей. То есть мы пробовали там выбирать вот именно граммовку, то есть от чего-то мы отказались, чтобы именно посылка была до килограмма. И тогда доставка идет 350. А свыше килограмма, если уже, тогда уже 500. Соответственно, ну, чтобы не переплачивать, то есть лишние вот именно 150 рублей, ну, как бы не выкидывать их на ветер, нужно вот ориентироваться, в общем, по сайту. Что касается самого сайта, достаточно хороший, такой удобный сайт. То есть все товары у нас, они разбиты по категориям. Это у нас и семена, и какой-то инвентарь садовый, и техника, и какая-то именно обработка растений. То есть все это вот так подразбито. И там для рассады различные, там емкости, кассеты. Ну, то есть все очень удобно. Такое существует подразделение, такие разделы. Что касается самих семян, также семена разбиты овощные и ягодные культуры. Соответственно, что еще там, цветы. Цветы также подразделяются, например, многолетние и однолетние. И дальше пошло опять подразделение, там астры, цинии и так далее. То есть очень удобно то, что вам щелкаете на какой-то раздел, и все семена у вас выстраиваются в ряд. Можно по цене их как-то сформировать, можно по популярности. То есть все, что угодно можно совершить и осуществить вот именно свой выбор. Так, ну что еще хотелось бы сказать. Также хороший, опять же таки, повторюсь, выбор семян и цена. Ну, цена, конечно, как бы ни один интернет-магазин, он не будет работать в убыток. Но все-таки существует. Вот так можно попасть под какую-то скидку. Даже вот если у вас не первый заказ, существуют определенные там у них скидки. Например, в какой-то определенный период идет скидка на семена, например, Седек. Агрофирмы там или партнер. Ну, про партнера, наверное, это я зря сказал. Ну, в общем, наверное, про Седек было. И также, например, на томаты бывает скидка. То есть, ну, такие какие-то скидки существуют. Можно подписаться на вот эту рассылку, и вам будет приходить на адрес, например, электронной почты, какие-то уведомления, какие существуют скидки в данном интернет-магазине. Ну, и что касается цены вообще самих семян. В принципе, семена, я не скажу, что они там дешевые какие-то прям совсем. Но цены, я вам скажу, удовлетворительные. То есть, не совсем уж такие прям они конские, что там три шкуры делают. Нет. И, в принципе, качество семян, оно достаточно хорошее. Что касается других каких-то интернет-магазинов, например, вот Сидспост там есть, например, да. Там, мне кажется, большая, наверное, громовка идет семян. Ну, как бы по цене. Вот как-то он нам меньше приглянулся, чем вот 7 семян. Больше понравился 7 семян. Поэтому не первый заказ. Но давайте уже, наверное, приступаем к самой распаковке. Что пришло, в общем, все это посмотрим сейчас. Ну, вот раскрыли нашу посылку. Сверху у нас идет накладная. То есть, все семена, которые мы заказывали, они у нас перечислены вот в такой вот список. Список всех семян. И, соответственно, наверное, даже подарок какой-то есть. Мы посмотрим, что тут у нас в подарок положили. В общем, все вот здесь у нас расписано. Можем сравнить, соответственно, чтобы все у нас было в наличии. Но еще скажу про то, что при вот этом заказе вам также будут начислены бонусы. Соответственно, на следующий заказ будет, опять же таки, вот от суммы заказа будет зависеть то число бонусов, которое вам будет начислено. И будет, опять же, эта скидка получается в рублях на следующий заказ. Так, ну вот сверху просто какая-то бумага идет. И дальше пошли у нас семена. Ну и семена, и вообще все-все-все, что заказали. В общем, с самого верха вот идет клубника. Сейчас все достанем, все просмотрим. Главное, чтобы сроки годности. Опять же таки, ну-ка сразу я посмотрю, какие у нас сроки годности. Ну, сроки годности хорошие. Вот урожай 2020 год везде идет. И здесь, опять же таки, тоже 2000. Посмотрите, 2019 год. То есть, вот для клубники годность самая вот хорошая. То, чтобы у нас семена не были старыми. Тогда в схожестве у нас вообще хорошая будет. Вот все практически идет. Смотрите, какой хороший срок годности. Опять 19 урожай. Фасовка 2020 года. Годен до 2023. То есть, все семена хорошей годности. А это самое главное. Ну и сейчас будем все выкладывать. Так, ну вот разложили всю нашу посылку. Сравнили, что у нас было заказано. Что пришло. Все пришло. Как говорится, все то, что заказали, все пришло. Потом я раскладу получше семена. И каждый покажу, конечно. А сейчас начнем, наверное, с того, что вот это вот все удобрения. Немножко про них расскажу. Вермикулит. Заказали вообще. В прошлом году приходил вермикулит белый. Он покрупнее как-то идет. И для клубники, мне кажется, он получше. Ну, пришел вот такой. В принципе, ну, тоже ничего страшного. Уйдет и такое у нас все в дело. Так, идем дальше. Самое, наверное, выгодное приобретение. Это вот такая вот универсальная паста. Быстро растворимая. Выгодно. 200 литров в эту пачку. Соответственно, тут все у нас идет, как нужно растворять ее. Стоит она 22 рубля. Общесущие копейки. А в целом для именно летнего сезона делать какие-то удобрения. В принципе, вот она очень даже хорошо подойдет. И аналогов нет. Вот такая вот выгодная покупка, так скажем. Так, идем дальше. Агрикола тоже хорошо идет на подкормку. Существует для огурцов, кабачков, для перцев, томатов, баклажанов. То есть, каждая пачка где-то идет по, наверное, 40 с небольшим рублей. Но со скидкой она там вышла, наверное, 39. Тоже вот такая вот выгодная приобретение. Здесь у нас 50 граммов. 25, наверное, граммов идет у нас на 10 литров воды. То есть, вот эта пачка у нас идет у нас на 20 литров воды. То есть, можно 2 подкормки провести. Так, это у нас агрикола. Дальше идет у нас пин экстра. В общем, хорошо он подходит у нас также. Вот этот пин для стимулирования прорастания семян. Для клубники, опять же таки, для дельфиниума. Вообще для всех семян, в принципе, можно замачивать. Также идет у нас обработка. Ну, когда у нас вот эти весенние, так скажем, заморозки. Вот эти, то есть, все вот эти для того, чтобы у нас рассада не страдала. Ну, в принципе, тоже пригодится. Так, идем дальше. Это у нас фитоверм. Запакован, я не буду его распаковывать. В общем, здесь идет у нас бутылек, которым 50 миллилитров. То есть, это более выгодная покупка. Стоил он где-то около 100 рублей. Ну, в целом, на сезон вообще очень хорошо он уйдет и хватит всего на обработку. Также есть фитоверм вот таких вот упаковка, где идет, например, по две. Есть упаковки, где идет по одной ампуле. В ампуле у нас 2 миллилитра. Из-за расчета то, что у нас на обработку уходит, например, вот паутинного клеща, получается один вот этот флакончик 2 миллилитра на 1 литр воды. Соответственно, вот этой пачке нам хватит на 2 литра раствора рабочего. Ну, тоже они не очень дорогие, наверное, 35 или 39 рублей, точно не помню уже. То есть, одна вот эта штучка стоит с двумя ампулами 35 или 39 рублей. Так, все, у нас это все закончилось. Сейчас расслажу семена и уже поговорим о семенах. Так, ну вот все наши семена, которые мы закупили на 2021 год. Сразу скажу, что все, абсолютно каждая пачка, у каждой пачки срок годности идеальный. То есть, 2020 года упаковка и, соответственно, урожай именно самих семян 2019 год. То есть, практически лучше и не придумать. То есть, ни одна упаковка не идет, там, например, срок годности до 2021 года, там, 2022. Все практически 2023-2024 год. То есть, годность идеальная. Если раньше мы делали заказ, все-таки приходили семена, которые, например, вот прям у них оставался срок, год реализации. А сейчас, ну, то ли у них прям разбор такой идет семян. Все семена с идеальным сроком годности. Итак, начинаем. С клубники. Клубнику в основном сделали ставку на компанию Сидек. В этом году сеяли клубнику. Сейчас скажу, какую. Клубнику Иришку. Очень много видео на нашем канале именно про данную клубнику. В принципе, очень хорошая. Единственное, что на упаковке указано, что она у нас безусая, а на самом деле выросла достаточно усатая. Ну, а так, в принципе, ягоды крупные. Очень она такая плодовитая, так скажем. Цветет до самых поздних сроков, то есть, до заморозков. Ну, и, в принципе, ягоды крупные. До 50, наверное, граммов. И должна она перезимовать. Так, это у нас клубника Иришка. Так, идем дальше. Клубника Сашенька. В принципе, они все чем-то вот похожи. Какие-то небольшие отличия уж потом в дальнейших обзорах, может быть, я и расскажу об этом. Так, ну, тоже здесь идет 15 семян. Там в Иришке шло 0,9 граммов. Здесь у нас 15 семян в Сашеньке. Дальше у нас идет Настенька. Тоже 15 семян розовая мечта. Вот эта новая клубника у них вышла. До этого ее не было вообще. И один кустик у нас в этом году уже вот в Иришке попался. Один кустик вот этой розовой мечты. Очень она такая, скажем, урожайная, потому что много цветоносов. Ну, и посмотрим вообще, какая она. Ну, скорее всего, вот именно один кустик, такая небольшая пересортица была в Иришке, и попался один костик вот этой розовой мечты. Прямо огромное количество идет цветоносов. И все цветоносы у нас выходят за пределы самого куста. Там тоже такой интересный гибрид. Так, дальше у нас идет Сладкоежка. В этом году тоже ее сеяли. И, в принципе, на других каналах тоже ее очень хорошо рекомендуют и хвалят. То есть, весь этот обзор я делаю не для рекламы, боже упаси, а просто рассказать, что приобрели. Так, ну, тоже, в принципе, и в этом году мы ее сеяли, но семена пришли вот в прошлый раз не такие свежие. Схожесть была не очень. В этот раз свежие семена попались, поэтому мы посмотрим. Такая вот клубника Сладкоежка. Очень урожайная тоже она. Любаша. В этом году от Аэлиты семян там совсем мало было. Вот одна единственная пачка нам попалась Любаши. Здесь идет 10 семечек. Ну, тоже, в принципе, вся она у нас ремонтантная идет. И ягоды тоже достаточно крупные. Вот плодоносит написано в течение трех месяцев. Крупные сладкие ягоды, ароматные. Тоже, в принципе, очень неплохая. Дальше у нас идет опять от Сидек. Это фреска. Кустик у нее небольшой. Ягоды, наверное, 20-30 граммов. И хорошо она должна переносить зимовку. Ну, достаточно тоже она вроде как усатая. Так, и Елизавета Королева. Вот, покупали в прошлом году ее, также выписывали. Ни одна семечка не взошла. Вот почему-то эти семена в сибирский сад плохо всходят. Поэтому только одну упаковку какую-то раз взяли. Остальные семена вообще плохо всходили. Взошло, наверное, три кустика. Сейчас уже не скажу, как название. Это всегда Женева. Женеву усадили. Она не цвела ни разу. Ну, посмотрим. Много усов дала. А вот именно Королева Елизавета вообще не взошла. Так, здесь у нас идет 10 семечек. Вот сейчас посмотрел, в Елизавете попалось 11 семечек. То есть иногда вот именно фасовка. Бывает одной семечки может не хватать, наоборот. А бывает даже в плюсу. Хорошее количество семян. Ну, посмотрим, как в этот раз было уже потом, когда уже будем сеять. Так, дальше у нас идут цветы. Так, две астры низкорослых взяли. Получается, наверное, 25, а не 30 сантиметров идут. Вот такие низкорослые две астры. Так, вот такую взяли вьющуюся ипомею. Тоже она у нас достаточно такая высокая. Однолетник. Ну, и цветет очень даже красиво. Вот так вот. Так, дальше у нас идет петуния. Одну единственную взяли петунию. Гибридные рубиновые звезды. Тоже достаточно такой хороший куст у нее. Высота 40-45 сантиметров. Вот такой вот цветок. Так, гелиотроп. Гелиотроп тоже у нас очень много видео на канале. Ну, в принципе, в обзорах он встречался. Просто замечательный цветок. Собрали свои семена, но на всякий случай нужно подстраховаться, потому что свои семена иногда плохо всходят. Такой вот именно с гелиотропом, так как у него мелкие семена достаточно, они вот бывают, не вызревают и плохо всходят. Ну, в принципе, очень хороший цветок. Пышное такое вот цветение. Можете, кто давно на нашем канале, то видел, какое обязательно, наверное, какое именно цветение у данного гелиотропа. Густестный, невысокий. В этом году мы его посадим в Париже, чтобы именно добиться такого прям пышного цветения. Так. Вот это вот вообще новинка. Называется Вар... Верба скум. Фиолетовый. Вообще здесь смесь получается у нас сортов. Это многолетник, неприхотливый. Не нужно его укрывать. Цветет долго. Долго получается с, наверное, с середины июля и до конца сентября. Такой вот шикарный многолетник. Не вымерзает. Никакое укрытие ему не надо. И, в общем, совершенно неприхотливый. Не знаю, конечно, что взойдет, что семян очень много по пачке судить. Прямо шумит. Так. Дальше у нас тут три цинии. Такие вот три цинии. Все цинии до метра высотой. Цветок очень большой, в принципе. Такой вот великан малиновый цинии. Дальше у нас калифорнийские великаны. В этом году их сеяли. Большинство почему-то из них было вот именно таких вот мандариновых. Оттенка мандаринового. Но тоже очень они красивые. Поэтому, кто заинтересуется, можете посмотреть наше видео именно про цветы. Там у нас все обзоры есть именно и цинии. Очень замечательные, неприхотливые. Также растения. Единственное, их нужно высаживать. Именно когда минует угроза возврата именно заморозков. Возвратных заморозков. Ну так цветут долго. И очень такой красивый большой цветок. Так. Дальше у нас идет люпин. Люпин. Многолетнее растение. В принципе, вот здесь у нас идет расцветка. Именно смесь окрасок. Вот такой вот люпин. Многолетнее растение. Многолетнее. То есть, в первом году он не цветет. Зацветет только, скорее всего, во второй год. В этом году сеяли. Он не зацвел. Ну, зимует достаточно хорошо. Такая вот еще астра высокая. Те астры были низкорослые. Низкорослые. Вот эта высокоастра. Густистая. Где-то, наверное, до 65 сантиметров в высоту. Вот такая вот красивая астра. И дельфиниум. Один единственный. Взяли здесь, наверное, 10 семян. Нет. 0,1 грамма. Тоже очень неприхотливые многолетние растения. Переносит все заморозки. Просто очень неприхотливое растение. В первый год, если мы его посеем, получается, в феврале месяце, в первый год он и зацветает. В этом году мы все дельфиниумы, которые высажили, они у нас зацвели. Перезимует он. И, соответственно, на следующий год будет раннее цветение, наверное, в июне или в июле. Вот так. Если мы их срежем, цветы, после того, как он у нас отцвел, и не дадим образовываться семенам, он у нас повторно зацветает. В общем, такой вот замечательный, неприхотливый многолетний цветок. Просто красота, да и только. Итак, дальше переходим к томатам. Видео, конечно, получается немножко таким большим, но уже если показать, то нужно немножко рассказать, так скажем. Так, это у нас идет томат Евпатор. Очень он у нас, опять же таки, я всегда говорю много раз слово очень, но правда. Очень он у нас, соответственно, неприхотливый, опять же таки, интерминантный гибрид. Томат у него выровненный и не подвешен никакой вот этой вот вершинной гнили и другим различным болезням. То есть такой прям живучий, хороший томат. Для нашей теплицы, где у нас вот почему-то все-таки вот это есть, это вершинная гниль, я думаю, что вот очень хорошо подойдет. И многие хорошо о нем отзываются Евпатор. Дальше у нас три томата от, получается, Сибирского сада. Первый, наверное, самый популярный из всех вот этих, из этой троицы, это любимый праздник. Много про него также видео и хороших отзывов. Крупный томат и при этом невысокорослый. То есть это у нас детерминатный томат с очень крупными плодами. Такой вот замечательный томат. Дальше идет у нас малахитовая шкатулка, тоже очень она крупная, до 900 граммов. Такая у нее вот мякоть, похожая на хурму, так скажем. И дынный такой немножко привкус. Не знаю, не пробовали, но тоже отзывы очень хорошие. Вот именно об этом томате малахитовая шкатулка. Кто ссеял, обязательно поделитесь опытом. Такой вот томат, шоколадное чудо, тоже очень крупный. Наверное, 400 или 500 граммов. Ну, такой вот цвета молочного шоколада. Такие томаты. Все они достаточно, вот видите, они крупные. При этом вот этот, он у нас невысокий. И два высокорослых. Так, ну что, идем дальше. Все остальные семена я не буду распределять. Просто буду говорить, что заказали, что пришло. Так, вот такой вот шпинат Папай. Для ранних посадок в теплице очень хорошо. В принципе, будет на зелень, для салатов. Свой просто шпинат, который собирали, он почему-то плохо всходит. Решили обновить такой шпинат. Так, идем дальше. Перец красный, сладкий. Бизон красный. Так, плоды у него, наверное, 250 граммов, если я не ошибаюсь. Масса 150-200 граммов. То есть, такой достаточно крупный, толстостенный перец. При этом он раннеспелый, очень урожайный. И плоды у него длиной до 25 сантиметров. Такой вот перец. Капуста была по скидке старт от партнера. Обычно у них семена очень дорогие. Вот эта была почему-то по скидке. Ну и в принципе, не растрескивается. Качан достаточно крупный. То есть, если, например, июньская капуста, она всегда растрескивается, то вот эта капуста, она не будет растрескиваться. Ну, посмотрим. Попробуем посадить. Много семян капуста с прошлого сезона, поэтому новых не выписывали никаких. Так, лук у нас идет Глоба. Лука-партнер. Получается, Ксибишин не было в наличии. Сейчас он появился раньше, когда мы делали заказ, его не было. Поэтому пришлось какой-то другой лук приобретать. Вот это у нас Глоба. 5 граммов у нас. 0,5 граммов идет. Это тоже достаточно крупный салатный лук. Хранится где-то 2-3 месяца после именно уборки. Ну, и, в принципе, вот как и Ксибишин, такая вот у него крупная луковица. Тоже достаточно хороший. Так, дальше у нас идет фасоль. Вьющаяся вигна. Это у нас такая вот прям красивая фасоль. Где-то, я не помню, где же на каком канале. Прям в теплице она росла. Такие длинные свисающие бобы. Ну, прям очень это все и красиво смотрится, и при этом очень она полезная. Очень длинные. Они где-то, наверное, 30 сантиметров в длину. Вот такая вот вьющаяся фасоль видна. Можно ее, соответственно, не дожидаться, вот именно когда она поспеет. Вот эти все нарезаем и замораживаем. И, в принципе, можем и зимой, соответственно, вот так вот лакомиться такой фасолью. Можем и летом. В общем, совершенно замечательная фасоль. Морковь сибирская медуница тоже достаточно хорошая. Она у нас не длинная. И, соответственно, тоже очень хорошая урожайность у нее. Как-то мы ее рассеяли. Достаточно хорошая морковка. Так. Дальше у нас идет морковь русский гигант. В этом году ее сеяли. Хорошо она всходила, хорошо росла. И достаточно крупная морковка наросла. Кому интересно, можете посмотреть видео про морковку. Ссылку я оставлю. Такая вот морковка. Крупная. Хотя на упаковке написано, что она, наверное, 150-250 граммов. Но прям морковка была крупнючая. Даже она переросла вот эту граммовку. Чистая, ровная, гладкая. Отличная морковка. Так. Дальше у нас идет кабачок дракоша. Ну, просто один кабачок взяли, во всякий случай. Скороспелый. 40-43 грамма. Ну, 40-43 дня. И масса 0,6-1 килограмм. Ну, соответственно, эти кабачки мы выращиваем для того, чтобы употреблять их в пищу. Соответственно, мы их не дожидаемся, когда у нас нарастут прям большие. Ну, соответственно, очень хороший кабачок. Хорошая отдача урожая. И если мы им часто будем срывать кабачки, у нас будет постоянно этот кабачок плодоносить. Так, дальше у нас идет капуста цветная снегурочка. Тоже достаточно хорошая капуста. Формирует урожай за 90-100 дней. Масса где-то у нее 2-3 килограмма. То есть, очень крупная, такая плотная. Мелко-букорчатая. Ну, такая отличная капустка. Цветная. Так, вот дальше у нас идет смесь японская зелень. Солнечный Токио. Все вот эти капусты мизуна. Вот красная, зеленая. Там другая японская капуста. И шпинат здесь тоже в составе. Даже, наверное, есть. Амарант. Тут в составе горчица. Ну, тут какая-то волнушка. Капуста японская мизуна. Капуста китайская ласточка. То есть, смесь вот такой вот ранней зелени для теплицы. Просто замечательно. Она хорошо растет. И для салатов, вот этих ранних витаминных. Очень хорошая такая смесь. И при этом очень недорогая, наверное. То ли 14, то ли 10 рублей. Я не помню. Ну, то есть, достаточно дешевая смесь. Можно приобрести. В качестве подарка пришло вот такое удобрение для рассады. Растиславно. Растиславно. Здесь у нас тоже все расписано, как его применять. И для рассады после всходов, соответственно, после 14 дней, когда пройдет с момента всходов, можно уже его начинать применять. Можно и летом применять. Ну, все вот такая вот. По цене, наверное, рублей 30-35, наверное. Где-то так оно будет стоить. Примерно, так скажу. В общем, такой подарок. Так, горох Киш-Миш. Ну, тоже, в принципе, горох и свой собрали. Ну, на всякий случай, вот так вот еще такой горох. Приобрели. Тоже высота у него где-то 70-80 сантиметров. Бобы длиной 10 сантиметров. Такой вот достаточно хороший горох. От Айлиты. Дыня ранняя сладкая на канале у Надежды. Подсмотрели этот сорт дыни, так скажу. Прекомендую всем канал, кстати, у Надежды. Очень хорошая у нее дыня. Вырастают и арбузы в теплице. Просто шикарный, вообще замечательный канал. Поэтому, кому интересно, обязательно зайдите и посмотрите. Вот она говорила, что вроде бы вот такая у нее дыня ранняя сладкая. Вот я только одну единственную, вот ее нашли вот в списке, который был предложен на сайте 7 семян. До 3 килограммов. Рекордсменная просто по сахарности. Ну, это уже она средне-ранняя. Вот такая вот дынька. Ранняя сладкая. Так, дальше у нас идет лук еще. Эксибишн. Не было партнеровского лука. Там у нас в партнеровском луке идет, получается, 0,5 граммов. Вот как вот в Глобо 0,5 граммов, так и в партнеровском идет 0,5 граммов. Стоит он где-то 70 рублей. Вот этот эксибишн стоит, наверное, сейчас не совру, может и совру, где-то около 40-45, может или 30, или 35. В общем, в половину он дешевле, вот этот, но и граммовка здесь 0,2 грамма. Ну, не было в наличии, поэтому пришлось заказать от, получается, Гавриш. Гавриш же. Да, это Гавриш. От Гавриш. Очень хороший лук. В этом году выращивали. Также много у нас в видео именно про эксибишн. Хранится он до сих пор лежат. Луковицы, наверное, штуки 4 осталось со всего сезона. Очень крупные, взвешивленные на 600 где-то граммов, 700, самая большая. Вырастают до 800 граммов. Ну, и даже, может, больше, если какой-то сверххороший уход. В рассаде хорошо растет, также нетребовательный. И вся рассада, которую высаживали, вся принялась. Просто вообще шикарный лук. Всем посоветую посадить и обязательно останьтесь с отличным урожаем. Кому интересно, смотрите наше видео про лук эксибишн. Замечательный лук, поэтому опять же таки посоветую. Видео долгое, поэтому не пишите только мне гневные комментарии, что у меня слишком долгое видео. Просто, ну, если показывать, нужно немножко все-таки рассказывать. Так, лук репчатый красный. Вот этот лук, он хранится, если вот эксибишн он 3 месяца, где-то 2-3 месяца хранится, то вот этот он у нас более долгий по хранению. Но луковица здесь на упаковке указана 60-80 граммов. Но так как мы будем выращивать его через рассаду, он у нас будет гораздо крупнее. Поэтому, в принципе, и от почвы все-таки многое зависит. Чтобы были вообще крупные плоды, должна быть хорошо удобренная почва. На какой-то такой прям неудобренной почве мы не дождемся таких супер урожаев. Вот такой вот лук, хорошо хранится. Вот такой вот лук красный репчатый барон. Прямо такое долгое видео получается. У меня уже усталость какая-то накапливается. Так, ну идем дальше. Баклажан Андрюша. Очень популярный баклажан, разрекламированный. Кто-то мне опять там напишет, что под кемы тут на рекламу все. Но я вам скажу, что хочется попробовать. Вот правда. И очень он у нас урожайный, и неприхотливый, и невысокий вот такой невысокий кустик у него растет. И в теплице, и в открытом грунте. Просто замечательный баклажан, но дорогой. А что мы хотели, в общем? Наверное, здесь около 100 рублей. Вот это идет пачка. Здесь 10 штук. Но нам не надо как 10 штук сразу садить. Можем посеять, соответственно. Например, штуки 4 там, да. Все-таки разные мы баклажаны сеем. И, соответственно, у нас на следующий год останется. Если нам понравится, мы на следующий год опять его посадим. Вот такой вот баклажан. Разрекламированный, но говорят, что хороший. Попробую. Все-таки нужно что-то пробовать. Так, редис 5 с плюсом. Здесь смесь у нас идет редисок разных. И жара, и вот такой вот красный с белым кончиком. То есть, и вот такой какой-то желтый, белый. Белый в прошлом году выписывали редиска белый медведь от сибирского сада. Просто кошмарная редиска. Редиски вообще не было. Была одна ботва. Поэтому такую не рекомендуем. Но вот здесь такая смесь. Почему бы и нет? Попробуем тоже посеять и получить урожай хороший. Так, дальше у нас идет тыква. Тыква-плюшка. Вот это она небольшая по размеру тыква. Где-то 1,5 килограммов. Но в принципе она у нас и короткоплетистая, но плотов достаточно много завязывает. Поэтому такая вот высокоурожайная тыква. Базилик овощной ереванский. Коктейл мы раз тоже заказывали. Тоже очень хороший. Уже заговариваюсь немножко по этому. Так, получается высотой 40-60 сантиметров. 45 дней от всходов, соответственно, и до начала сбора вот этой вот зелени. Раскидистое растение. Очень ароматный. Можем его заморозить, можем засушить. То есть вообще можем просто в салаты не резать. Рекомендую все-таки нарывать ту зелень. Можно нарывать именно в салат. Ароматный, просто обалденный. В супах вот сейчас зимой, соответственно, когда варим суп, добавляем тут усушеную зелень. И суп получается очень такой ароматный и вкусный. Так, ну все, близимся уже к завершению нашего видео. Два огурца. Тоже они достаточно урожайные. Это у нас супер хруст и огурец кузя. В целом хочу порекомендовать огурцы от агрофирмы Аэлита. Всхожесть семян просто замечательная. Практически в прошлом году подарки из грядки, наверное, был у нас огурец посеян. Все огурцы абсолютно всхожие семена. Хороший урожай. Единственное, у нас не удалась в этом году погода. В июне было очень холодно. Заморозки до самого конца июня. Поэтому огурец не очень хорошо себя чувствовал. Но так всхожесть отличная. Растет хорошо. И урожайность тоже замечательная. Таких два огурчика. Сейчас не скажу уже точно. Какой-то из них один у нас идет для открытого грунта. Второй у нас идет и для теплицы, и для открытого грунта. Такие вот два огурца. И осталась еще одна смесь салатов. Это у нас греческое удовольствие. В прошлом году мы выращивали... Вернее, не в прошлом, а в этом году. Смесь также вот такую вот. Называлась она итальянская. Сиеста, наверное. Быстро растущая смесь. Для получения вот такой вот продукции. Именно для весенних витаминов салатов. Здесь различные салаты. Получается капуста, опять же, японская. Мизуна. Рукола добавлено. И базилик. Такая вот смесь. Тоже очень хорошо. Именно для ранних посадок в теплице. В целом, потом можно также в течение лета осуществлять посадку. И употреблять вот такую полезную витаминную зелень. Так, ну вот такой вот получился обзор семян на 2021 год. Конечно, у нас остались еще семена с этого года, которые с хорошим сроком годности. В принципе, и по истечении срока годности те же самые огурцы, помидоры и другие вот такие вот культуры, они хорошо всходят. Поэтому там то, что говорят, что прям все к сроку годности и все мы можем выкидывать, нет. Всходят и кабачки, и огурцы, и помидоры. Все это, они всходят и после истечения срока годности. Потому что вообще от сбора семян до того, как семена будет непригодны, где-то 6 лет. У кого-то 6, у кого-то 5, там я уже не помню точно. Но на упаковках, конечно, пишут более короткие срок годности. Поэтому вот такой вот получился у нас обзор семян, которые к нам пришли из интернет-магазина 7 семян. Видео, конечно, получилось немножко длинным, так скажем. Но когда вот показываешь семена, все-таки нужно немножко о них что-то рассказать. Может быть, какие-то обзоры, конечно, в дальнейшем у нас будет на канале, посмотрим. В целом, какой подвести итог? Все пришло с шикарным сроком годности. Все семена абсолютно. Запас по годности где-то 3, а где-то и 4 года. Просто замечательный срок годности. А для клубники, повторюсь, для дельфиниума это очень важно. Ну и в целом к посылке просто нет вообще никаких претензий. Все шикарно, все замечательно. Все семена хорошо упакованы. То есть все дошло в идеальном таком вот именно качестве. Ну и все, наверное. Кому заинтересовало вот это видео, можете зайти, конечно, на этот сайт 7 семянный. Может быть, вам вот именно он понравится. Потому что кому-то нравится один какой-то интернет-магазин, кто-то же вообще там заказывается разных интернет-магазинов. Тут все как вот на вкус и цвет товарищей нет. Кому понравится, будет заказывать. Кому не понравится что-то, не будет заказывать. Вот такой получился обзор. Всем тем, кому данное видео было полезным, обязательно подпишитесь на наш канал, потому что это очень-очень важно. Подписка, она очень сейчас важна на самом деле. Если вам несложно, поделитесь этим видео с друзьями. Заходите, опять же таки, почаще в гости. Смотрите наши видео с какими-то другими, вот именно другие видео, например, про клубнику. Очень много видео про лук, про помидоры, про другие культуры. Поэтому будем очень-очень благодарны. Поэтому заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего. Чтобы у вас приходили всегда семена отличные. Чтобы у вас все было замечательно в вашей жизни. Пока-пока.